Ипотека в 2024 году. Какие программы заканчиваются, а какие все еще активно действуют на территории России? Клещей боятся, в лес не ходить. Но если пикнику все же быть, как обезопасить себя от нежелательных гостей на празднике? Рептилии бывают разные. Крокодилы, кайманы, аллигаторы и гавиалы. О любимом рационе каждого расскажет наш эксперт. Всем привет! В эфире Неверновости, а в студии Елизавета Газизянова. Профессор кафедры органической и медицинской химии Химического института имени Бутлерова Казанского федерального университета Игорь Антипин награжден благодарственным письмом президента Российской Федерации. Награждение состоялось в рамках общего собрания Российской академии наук в Москве. Поздравил ученого академик-секретарь отделения химии и наук о материалах Российской академии наук Михаил Егоров. В Центре профессионального развития Дулкан, Института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета открыт набор на образовательные программы. Пройти обучение смогут студенты, школьники и взрослые. Дополнительные общеразвивающие образовательные программы будут реализованы по пяти направлениям. А именно базовый гончарный курс, школа вожатых, курс видеограф, вокал и гитара. Также стартует курс летняя мастерская «Калаш и комикс». Программа рассчитана на школьников от 12 до 17 лет, которым будет интересно освоить навыки создания комиксов, целостных историй по тексту, контенту и визуализации. С 15 июня начнется курс по операторскому мастерству. Задать интересующие вопросы можно по телефону 8 843 221 3301. Время ипотеки с господдержкой заканчивается. Сразу две программы льготной ипотеки перестанут действовать в 2024 году. Напомним, что она была введена пять лет назад, в 2020 году, как мера поддержки строительной отрасли. Процентная ставка изначально была 6,5%, но в настоящее время составляет 8. Какая будет ситуация на рынке недвижимости после отмены льготной ипотеки и чего ожидать, узнаете в нашем сюжете. Программа льготной ипотеки вот уже пятый год действует на территории Российской Федерации. Впервые ее ввели в 2020 году, как меру поддержки для строительной отрасли во время пандемии. Изначально условия предполагали ставку 6,5%. На данный момент, после многократного продления данной программы, процентная ставка заставляет 8% и будет действовать до 1 июля 2024 года. Она доступна для всех совершеннолетних граждан Российской Федерации, без каких-либо ограничений по возрасту, профессии и семейному положению. Ранее такая ипотека ограничивала только сумму кредита. 6 миллионов для регионов и 12 миллионов для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. С первоначальным взносом в 15%. С декабря условия ужесточились. Теперь лимит един для всех регионов и городов. 6 миллионов. А размер первоначального взноса увеличен до 30%. В последние несколько лет массовое использование льготных ипотечных кредитов является одним из важнейших факторов, обусловливающих высокие темпы роста цен на первичном рынке жилой недвижимости. Именно возможность получить ипотечный кредит под низкую процентную ставку стимулирует избыточный спрос на первичное жилье и, соответственно, подстегивает рост цен. В результате, те цели, которые ставило перед собой правительство, вводя в действие льготные ипотечные программы, не были достигнуты. Вместо того, чтобы сделать жилье более доступным, эти программы поспособствовали только росту цен на него. Глава Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиулина ранее заявляла, что широкое применение программы является тупиковым путем, так как массовые льготные условия подняли цены на первичную недвижимость за время своего действия во многих регионах почти в два раза, а значит, ее отмена поможет в стабилизации рынка. Примечательно, что правительство планирует продлить адресную поддержку определенных категорий граждан, а именно семейную ипотеку. На данный момент ее предлагается продлить на 6 лет до 2030 года. Для ее получения есть определенные условия. Она выдается семьям, в которых воспитываются дети, рожденные после 1 января 2018 года, либо ребенок с инвалидностью. Условия также подходят для детей с приемными детьми, если ребенок родился в обозначенный срок. Ипотека выдается под 6% с первоначальным взносом от 20% и ограничивает сумму кредита. 6 миллионов для регионов и 12 миллионов для Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Узко специализированные программы, например, программа сельской ипотеки, программа ипотеки для молодых семей, для семей с детьми, и для тех, кто покупает жилье на Дальнем Востоке или в регионах Крайнего Севера, эти программы будут продолжать действовать. Но предоставление льготных ипотечных кредитов практически всем желающим будет прекращено. Вероятно, это поспособствует охлаждению рынка недвижимости. Рассчитывать на снижение цен, наверное, не стоит, но, по крайней мере, можно рассчитывать на приостановку дальнейшего роста цен на первичном рынке. За время действия программы и льготные ипотеки успели воспользоваться более 1 миллиона 250 тысяч раз. Суммарно кредитов было выдано на 3,5 триллиона рублей. Но и это не все. В программе будет действовать еще полтора месяца, в которые прогнозируется увеличение спроса на первичную недвижимость. Татьяна Еремина, Резида Каримова, Универ Новости. Единственное, чего хочется больше всего с наступлением хорошей погоды – расстелить плед на природе, устроить пикник или отправиться в лес на шашлыки с друзьями, забыв обо всех проблемах. Но кое о чем стоит помнить всегда. В траве ждет опасность в виде энцефалитных клещей. О том, как обезопасить себя от нежелательных укусов, узнаете в нашем сюжете. То, что может сделать отдых на природе печальным опытом – клещи, которые переносят опасные для человека болезни. Если раньше очагами распространения таких инфекций считались лесные массивы и сельская местность, то сейчас зараженные клещи стали проникать в городские парки и скверы. Стоит отметить, что наиболее опасными заболеваниями являются клещевой боррелиоз и энцефалит. Обе болезни приводят к поражению центральной нервной системы. Но боррелиоз или болезнь Лайма также поражают суставы, кожу и сердце и развивается не сразу. Только по прошествии двух-трех недель зараженный сталкивается с первыми симптомами – боли в мышцах, лихорадка, судорога, рвота, затуманенность сознания и галлюцинации. Важно понимать, что переносчики имеют острое обоняние и чувствуют запах животного или человека на расстоянии 10 метров. Цепляются за жертву и от 10 до 40 минут ползут по ней, выбирая место для укуса. Если присосался клещ, нужно немедленно обратиться в травмпункт или к хирургу по месту жительства в поликлинику. Там клеща удалят и направят на исследование, чтобы определить, болен ли клещ, несет ли клещ вирус энцефалита клещевого или боррелиоза. Понять, переносят ли конкретные насекомые возбудители инфекции, могут только в лаборатории. Единственное условие – оно должно оставаться живым, поэтому его необходимо доставить на исследование в течение двух суток после укуса. Хорошая новость для тех, кто успел испугаться. Против энцефалита есть вакцина, которая прививается в несколько этапов. Лучше всего делать прививки осенью и зимой для формирования иммунитета. Вакцины от боррелиоза нет, поэтому необходимо максимально снизить шансы получить укус клеща. Если вы идете в лес, необходимо одеться соответствующим образом, одеть закрытую одежду с рукавами, с брюками, не в шорты, на голову повязать или платок, или бейсболку, шапочку одеть, закрыть шею. То есть не дать клещу возможность проникнуть на тело человека. На данный момент в университетскую клинику Казанского федерального университета обратилось около пяти человек с укусами клещей, но среди них не выявили зараженных инфекцией. Тем не менее, будьте осторожны и благоразумны. Не забывайте о мерах безопасности и помните, что время в таких вопросах играет ключевую роль. Вероника Туманова, Аделина Абтрахманова, Николай Суховский. Универновости. Крокодилы существуют более 84 миллионов лет, и все они имеют схожие поведение и характеристики. Сегодня в эту группу входят крокодилы, аллигаторы, кайманы и гавиалы. Чем виды отличаются друг от друга и какие наиболее опасны, расскажет Дмитрий Ушанкин. Крокодилы. Семейство крупных рептилий, обитающих в тропиках в Африке, Азии, Америке и Австралии. Термин «крокодил» обычно используется для обозначения всех существующих представителей этой группы, куда входят аллигаторы, кайманы и гавиалы. Они обитают в умеренных климатических условиях по всему миру. Основные различия между видами заключаются в том, что крокодилы могут вырасти до больших размеров, чем аллигаторы, кайманы или гавиалы. Кроме того, у них есть анатомические различия, например, форма морды. Крокодилы – плотоядные животные, и в зависимости от их возраста и размера их рацион может различаться. От насекомых до крупных млекопитающих. Собственно, современные крокодилы стали формироваться порядка 80 миллионов лет назад. То есть вот этот длительный процесс, который начался примерно 250 миллионов лет назад, около 80 миллионов лет назад завершился образованием как раз тех животных, которые мы называем крокодилы. И они сформировались как животные водные. И вот это обстоятельство, водный образ жизни, способность замедлять свой метаболизм, а крокодилы, они как раз вот по всей видимости за счёт того, что их метаболизм был более замедленный, чем исходно у предков и у динозавров, это дало им возможность пережить то вымирание, которое уничтожило динозавров. То есть динозавры были в массе своей достаточно активными, подвижными животными, теплокровными. Как и у гавиала, у каймана также длинная заострённая морда, но она далеко не такая тонкая и длинная. Пасть аллигатора латинская, U-образная, а у крокодила пасть V-образная. Современный отряд включает в себя не менее 15 видов крокодилов, 8 видов аллигаторовых и 2 вида гавиаловых. Основной рацион взрослых гавиалов состоит из рыбы, для которых идеально подходит их длинная морда со 110-ю острыми, как бритва зубами. Аллигаторы являются высшими хищниками и питаются черепахами, собаками, пантерами, медведями, андаторами, птицами, оленями и змеями. Они могут быть ленивыми и проводить большую часть своего времени, подстерегая добычу в засаде. Но также они могут быть и быстрыми, когда бросаются в атаку. Выбор цели зависит от их размера и возраста. Кайманы – хищники с мощными челюстями и множеством зубов. Но несмотря на свои внушительные размеры, они обычно не представляют угрозы для людей или крупных животных. В отличие от крокодилов и других аллигаторов схожего размера, кайманы более спокойны. Основная добыча кайманов – водные беспозвоночные, рыба, амфибии, птицы, а также мелкие млекопитающие и рептилии. Аллигаторы – это в основном жители Америки. То есть, если вот мини-сипский аллигатор – это житель южных штатов США, кайманы – это в основном выходцы из Южной Америки. То есть, это вот северная часть, это Бразилия, допустим, Оренока, Венесуэла и так далее. Один вид аллигаторов обитает на юге Китая. Это китайский аллигатор. А вот крокодилы – это животные, которые населяют все тропики. То есть, они встречаются по всей тропической зоне. Америка, Африка, Южно-Юго-Восточная Азия, Северная Австралия. То есть, весь вот пояс экватора населяется как раз этими животными, крокодилами. Все четыре вида чрезвычайно опасны, и их следует избегать. Однако для человека большую угрозу представляют два вида – крокодилы и аллигаторы. На самом деле, аллигаторы гораздо более послушны, чем их родственники – крокодилы. Они, как правило, нападают только тогда, когда их спровоцируют или они голодны. А крокодилы нападают только потому, что кто-то находится рядом с ними. Эти крупные полуводные рептилии гораздо более активны в воде и проводят меньше времени, загорая как аллигаторы. Подробнее об этих опасных рептилиях вы сможете узнать в ближайшее время в программе «Как так». Дмитрий Ушанкин, Аделина Абдрахманова, Софья Чугунова, Хафиз Гараев. Универ Новости. Государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник «Казанский Кремль» и Казанский федеральный университет продолжают проект «Научная среда». Лекция «История одного семейства» состоится 5 июня. Спикер, доцент кафедры зарубежной литературы, института филологии и межкультурной коммуникации Казанского федерального университета Зульфия Зинатулина. На лектории она расскажет о популярном в конце 19-го, начало 20-го века жанре семейной хроники, где внимание писателя сосредоточено на нескольких поколениях одного семейства, а также как менялся жанр на протяжении столетия. Помимо этого, на мероприятии вспомнят таких авторов, как Джон Глсуорси, Томас Манн, Эмиль Заля, в чьих романах отражены сложные взаимоотношения членов одной семьи не только друг с другом, но и с миром. Лекция состоится 5 июня в 18.30 во дворе присутственных мест Казанского Кремля. Вход свободный. Студенты Казанского федерального университета стали победителями и призерами 32-го Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». Церемония награждения состоялась в Саратове. В этом году фестиваль, в котором приняли участие 3600 студентов из 80 регионов России, был приурочен к 90-летию со дня рождения первого космонавта Юрия Гагарина. Его слоган звучал так – «Студвесна ближе к звездам». Конкурсная программа фестиваля проходила с 27 по 30 мая и включала 10 направлений. Региональная программа – вокальная, инструментальная, танцевальная, театральная. Оригинальный жанр – мода, медиа, видео, арт. В числе организаторов фестиваля – Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, Федеральное агентство по делам молодежи, Общероссийская общественная организация «Российский союз молодежи». На этом все. В студии была Елизавета Газизянова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова